Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим очень необычную и острую систему игры в дебюте Гамбит Кукуева. Дебют Гамбит Кукуева возникает после ходов CD4 и FG5. Белые ставят так называемый тычок и черные здесь временно жертвуют шашку. Если черные нападают с этой стороны, белые отдают шашку таким образом. Это возникает система московского мастера Потапова. А после хода CB6 белые отдают шашку ходом CD6 и возникает классический Гамбит Кукуева. Обе стороны играют своими правыми флангами, в гамбитных позициях все наоборот. Обычно мы играем левым флангом, в гамбитных позициях наоборот правым. Значит, HG3, CB4, HGF4, BA3, BC3, BA5, FE3. И вот здесь возможен интересный и острый ход DC7. И начинается как раз система московского мастера Владимира Тарохина. Значит, в этой позиции у белых есть два хода. GH2 и GF2. Рассмотрим классическую схему с ходом GF2. Черные играют GF6. В этой позиции, естественно, нельзя играть FG3 из-за несложного удара. Я думаю, все вы его найдете. HG5, AB4. Черные прорываются на предамочное поле и легко выигрывают. Также плохо в этой системе играть AB2. Тогда уже играем BC5. Снова плохо играть FG3 из-за удара HG5, AB4 и AB6 с выигрышем черным. Поэтому приходится нападать CD4. Единственный ход. Тогда играем CB4 и грозим пройти в дамки. Приходится закрываться BC3. Вот здесь напрашивающийся ход FE7 ведет лишь ничьей. Я не так давно играл в турнире на сайте Лидравс. И вот моему сопернику удалось сделать ничью. Он пожертвовал шашку. Затем разменялся. И ввиду слабости правого фланга черных, они рассчитывать могут только на ничью максимум. Мне пришлось пожертвовать шашку. Затем я прорвался в дамки. Ну и обоюдный прорыв в дамки идет. Здесь ничейная позиция. Черные выиграть не могут. Поэтому правильно, конечно, в этой позиции вместо хода FE7, это ошибка, играть AB6. Труднонаходимый ход. Значит, теперь черным снова нельзя играть. FG3, опять удар проходит. HG5, BC5 и CB6 с выигрышем. Поэтому приходится играть ED6. Единственный ход. Ну и здесь черные выигрывают. GF6, FG3. FG7, грозим выиграть шашку. Белые играют EF2. То есть они не боятся потерять шашку. Шашку забирать нельзя, потому что снова будет правый фланг очень слабый. Здесь к выигрышу идет только ход BA7. То есть мы уже грозим выиграть шашку таким образом. Теперь уже приходится закрываться FE5. Лучшего у белых нет. И тогда выигрываем шашку. Белые закрываются. Тогда играем HG5 и на ход GH4 меняемся вперед. Позиция кажется ничейной, но на самом деле это не так. После обоюдного прорыва видно, что шашки черных стоят классно на бортиках. А вот шашки белых, видите, будут подвержены атаке. Вот из этого они и проигрывают. Здесь есть два хода. На ход FG3 черные просто нападают. Белым приходится отдавать шашку и они постепенно проигрывают. Если же не отдают шашку, тогда просто меняемся. Ну и здесь белым не хватает одного темпа до ничьей. После размена мы идем в дамки, а белые немножко не успевают. Мы их отбрасываем и легко выигрываем. Если же в этой позиции белая игра, допустим, FE3, шашку D2 все равно не сохранить, тогда нападаем. И вот здесь белые оказывают мощнейшее сопротивление, ED4. Черным приходится возвратить лишнюю шашку, но возвращать ее лучше вот таким образом. Видите, теперь, возможно, слабость шашки C1. Мы постоянно будем грозить подрывом поля C1. Уходим на B4. Белые играют на D8. На срединные поля нельзя останавливаться, вот как раз из-за удара. Тогда уходим на D6 и грозим отъесть шашку B2. Белым приходится играть на F6. Тогда играем на F4. Опять грозим подрывом. Ну и тут у белых два варианта. Допустим, BC3, F на D6. Ну, тут два варианта. Либо они пропускают нас в дамки, либо они, допустим, пытаются провести свою шашку в дамки. Если они нас пропускают в дамки таким образом, ну, здесь несложный выигрыш. Идем вторую шашку в дамки. Так, тут уже ловится. Ну, допустим, я не заметил, ладно. Допустим, сыграл на B4. Ну, тут сам принцип важен. Ладно, заметил я. Ладно, не H7 удалю тогда. Ну, видите, приходится отдавать шашку. Тогда бьем назад. Ну, и здесь тоже постепенно выигрываем. Черные просто бегают из угла в угол. Ну, и здесь возникает известное окончание. Вначале отдаем шашку. Значит, приходится бить шашкой. Видите, дамкой бить нельзя, потому что дамка тут же ловится в петлю, и черные побеждают. То есть, приходится бить шашкой. Теперь играем дамкой на B8, и срединные поля нельзя занимать из-за так называемого трамплина. Черные побеждают. Поэтому приходится бегать по бортикам. Мы передаем очередь хода белым. Белые обязаны бегать только по бортикам. Ну, и здесь снова играем на A7. Срединные поля снова нельзя занимать из-за трамплина. А на A1 нельзя играть из-за петли. Ну, и черные побеждают. Возвращаемся к основной позиции. Значит, мы выяснили, ход A2 проигрывает. Значит, как еще играть плохо в этой позиции? Еще есть ходы CD4, ED4 и основная схема ED6. Значит, после хода ED4 партия быстро заканчивается ничей. Играем F7, сильнейший ход. И здесь на FG3 связываем. Грозим выиграть шашку. Поэтому белым приходится играть AB2. Ну, тогда меняемся вперед. Белым приходится играть GH4. Единственный ход. Ну, и здесь уже черным надо быть аккуратными. Приходится проводить комбинацию. Иначе белые, видите, грозят BC3 и ЦБ4 выигрывают. Надо проводить комбинацию. Сюда не побьешь. Черные выиграют. Поэтому приходится бить на поле B4 через дамки Ну, и здесь проще всего ничью форсировать черными, отдав дамку и провести удар пяткой. Самая простая ничья. Значит, как еще можно играть в этой позиции? После CD4 также играем F7. Ну, и тут есть два хода. АB2 снова плохо. Меняемся вперед. И, видите, грозим выиграть шашку. BC3 напрашивающийся ход окончательно проигрывает. Нападаем. Ну, и на ход CB4. CD4 не было. Мы просто меняемся на C5. Потом отъедаем шашку Е5 и выиграем. CB4 единственный ход. Здесь проводим удар пяткой. Бьем на D4. Затем вот выигрываем шашку и постепенно побеждаем. Если в этой позиции белая игра от FG3, теоретическая ничья еще есть. Нападаем. Ну, и тут есть два хода. ЕF2 окончательно проигрывает. То есть, надо белым отыгрывать шашку. Мы грозили разменяться. Приходится нападать. Тогда проводим комбинацию. Здесь она уже выигрывает. Ну, и постепенно побеждаем. Так, ЕF2 проигрывает. Правильно в этой позиции отдавать шашку. ED6 и играть GH4. То есть, видите, фланг черных связан. Тут не пошевелится. Тогда у черных есть классный ход AB4. BC3 не сыграешь. Это проигрывает. Видите, удар сразу же. Ну, и легкий выигрыш. То есть, здесь, по идее, спасает только HG5 и затем BC3. Как ни странно, у черных две лишние шашки. Но белые сейчас одну отыграют. И видите, опять же, очень слабый у черных правый фланг. И несмотря на лишнюю шашку, здесь черные выиграть не могут. Как ни странно, ничья. Но это все не очевидно. Обычно белые здесь играют ЕF2 по инерции и проигрывают. Когда играем BC7, снова спасает HG5 и BC3. Но здесь белые снова по инерции обычно играют FG5. И это уже выигрыш. За счет лишней шашки. Попадаем. Приходится меняться. Играем FE5. У белых единственный ход G6. Ну, ED4. Опять единственный ход HG5. Черные меняются назад. Но и здесь уже выигрыш черных очевиден. Еще раз. Значит, в этой позиции ход CD4, тогда FE7. Вот AB2 мы выяснили плохо. Здесь правильно отдавать шашку. И пытаться играть на слабость правого фланга черных. Значит, черным надо играть аккуратно для достижения ничьей. CB4, GH4. BC5 меняемся на C5. Значит, грозим разменяться назад. Поэтому белым уже надо меняться. И мы нападаем. Надо отходить. И играем CD4. Значит, правильно белым тут форсировать ничью HG5. Ну, и могут расставить небольшую ловушку. После проведения комбинации белые ставят дамку. Ну, и черным здесь надо играть аккуратно. Напрашивающийся ход AB2 проигрывает. Когда белые просто отдают дамку за шашку. И здесь выигрыш в обоих вариантах. Если черные отбрасывают белых, пытаются прорваться у правого фланга. Когда играем AB4. И на ход CD6 белые возвращают лишнюю шашку и выигрывают оппозицию. Одна на одну. Если же в этой позиции черные играют, допустим, BC7. Здесь снова выигрывают этюдный прием. Белые нападают. Приходится отходить. Пытаемся прорваться в дамки. Но белые нам не дают. Видите, обрезают по тройнику. Ну, и здесь все заканчивается известными этюдными маневрами. Белые заставляют черных сыграть AB2. Тогда нападают на шашку AB2. И на единственный ход CD2 бьют две шашки с выигрышем. Вот такой несложный, но этюдный выигрыш. Правильно, конечно, в этой позиции вместо напрашивающегося AB2 красиво отдать шашку и форсировать ничью ходом AB4. То есть, видите, ход BC3 неизбежен. Поэтому белые должны смириться с ничьей. Ну, проще всего отдать AB2 и ничья. Так. Вернемся к этой позиции. Значит, мы выяснили, ход HG5 ведет к ничьей за белых, а вот напрашивающийся ход F7 ведет к очень тяжелой игре за белых. Здесь черные могут даже победить. Смотрите, очень прикольный шлифт мне удалось найти с помощью компьютерной программы TOSHA. Связываем шашки белых. То есть, сюда уже не поставишь дамку, ловится, приходится ставить дамку на F8. Играем BC7. Грозим. Приходится отдавать шашку. H6. Опять единственный ход. Тогда идем в дамки. Здесь белые не дают черным пройти в дамки, и тогда играем CD6. Белые выжидают. То есть, сразу дамку ставить нельзя, она будет поймана. Поэтому играем HG7. Здесь белые нападают, пытаются как-то нас немножко стеснить. Тут проще всего отойти до E5. Ну и тут у белых два хода. На CD4 мы проводим небольшой удар. CD4, GF6 и BC3. Ну и как бы белые не побили, видите, дамка ловится. Такая прикольная штука. Если же белые не дают черным поставить дамку, тогда играем GF6. у белых единственный ход на А7. И вот здесь выигрывает красивая комбинация. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Вначале отдаем две шашки, затем еще одну, затем еще одну, ставим дамку и красиво побеждаем. Ну то есть, белые где-то тут будут прорываться, но мы за это время успеваем провести вторую дамку и легко выигрываем. Позиция выигранная, можете убедиться в этом сами. Теперь давайте рассмотрим основную систему игры. Это ход ED6, самый сильный ход. То есть, видите, хочется, конечно, поставить белыми рожон. Здесь у черных есть интересная контр-игра. GF6, FG3. Конечно, нельзя играть FG5, белые просто жертвуют временно шашку рожон свой и нападают ходом GF4. Затем снова ставят рожон, но уже на поле F6 и легко побеждают. Поэтому правильно в этой позиции за черных играть FG7. У белых единственный ход AB2, тогда играем FG5. Ну и вот здесь уже есть тоже два варианта. Значит, самая интересная игра возникает после хода D7, тогда мы меняемся 2 на 2, и видите, у белых никогда нет нападения, потому что черные пройдут придамочное поле. Поэтому B3 единственный ход, когда FG7. CD4, AB6. Вот здесь у белых есть три варианта. Значит, сильнейший ход EF2, DE5 тоже неплохой ход, а вот D3 ход слабенький. Значит, давайте рассмотрим сперва самый такой популярный ход DE5. Черные нападают. Ну, меняться 2 на 2 слабо. Видите, там черные выиграют 2 шашки потом, поэтому нельзя так делать. Приходится отходить. Нападаем. Приходится закрываться, лучшего не видно. И здесь черные связывают. Такая необычная позиция для шашек. И вот здесь напрашивающийся ход DE7 проигрывает. Вот ради чего черные играют вот эту систему. BC5 грозим подорвать пункт D4, выиграть шашку, затем выиграем еще шашку F4, ну и постепенно победим. Поэтому белым приходится играть DC3. И вот здесь неожиданная жертва CD4. Как бы белые не побили, они проигрывают. Но если они бьют одну, тогда мы меняемся 2 на 2 и выигрываем за счет связки. белым приходится сдаться. Если белые бьют на поле C5, тогда бьем 2 шашки. Ну и здесь сильнейшее сопротивление за белых это CD6. Бьем еще одну шашку. Приходится ставить дамку. Черные также ставят вторую дамку уже. Приходится ловить, лучшего не видно. Ну и здесь просто играем GF6 с двумя лишними шашками черные легко побеждают. Поэтому правильно в этой позиции вместо DE7 играть DC3. Теперь играем GF6. Белым проще всего форсировать ничью таким образом. CD2 HG7 белые проводят удар черные играют GF6 видите не дают поставить дамку. поэтому приходится играть DE3 когда FE5 белые ставят дамку после размена партия заканчивается ничьей. В ответ на постановку черными дамками белые отдают последнюю шашку занимают большую дорогу и это ничья. Это самый популярный вариант в системе Тарохина. Теперь давайте рассмотрим ход EF2. У черных единственный ход ED6 все остальное плохо. Теперь белые нападают DE5. После BC5 и CD4 там возникают довольно-таки неприятные N-шпили за черных поэтому я так играть не рекомендую. Я все-таки считаю что лучше всего играть DC5 ну и здесь в ответ на ход GH4 мы проводим удар CD4 белым приходится бить E3 на A7 ну иначе они проиграют. Видите сюда же не побьешь просто играем BC5 и легко выигрываем. Поэтому приходится бить две шашки тогда бьем на G1 ну сюда не отойдешь будет удар по затылку поэтому белым приходится ставить дамку на B8 ну и здесь меняются черные назад и возникает примерно равный ничья. Если же в этой позиции черные растеряются не проведут удар CD4 а допустим меняется GF6 этот ход уже проигрывает. Белый играет DC3 и побеждает за счет центра. Допустим B5 FG3 CB4 CD4 надо жертвовать шашку и пытаться как-то белых стеснить. Белый здесь возвращает лишнюю шашку и снова побеждает за счет центра. Приходится снова отдавать шашку и прорываться по флангу но белые видите выигрывают еще одну шашку но и с двумя лишними тут окончание не вызывает никаких вопросов белые легко выигрывают. Ну и последний ход давайте рассмотрим в этой схеме DC3 это уже ошибка значит черные играют ED6 видите D5 уже играть плохо из-за GH4 у черных будет лишняя шашка поэтому белым приходится играть EF2 тогда GF6 на ход GH4 играем BA5 ну вот здесь есть еще ничья после CD2 значит а если сыграть FG3 тогда черные уже меняются назад и вот здесь снова к ничей вела жертва CB4 но это друзья все не очевидно поэтому я даже не буду смотреть обычно здесь проигрывают допустим на юношеском первенстве со мной соперник сыграл CD2 и здесь я выиграл естественно нельзя играть CD6 из-за жертвы там будет ничья я сыграл CB6 ну и постепенно победил белым приходится жертвовать шашку и как-то пытаться прорваться но здесь у них ничего не получается после нападения меняемся вперед белые еще пытаются пройти в дамки ставим дамку на 1 ну и на любой ход без разницы все равно следует удар трамплин и черные легко побеждают так рассмотрели основную систему основную схему системы Тарохина еще раз CD4 FG5 ставят белый тычок мы временно жертвуем шашку нападаем приходится возвращать ну и вот здесь после хода GF2 вот система Тарохина CB6 значит ED6 GF6 FG3 FG7 AB2 FG5 мы рассмотрели ход DE7 конечно в этой позиции белые могут гораздо проще сделать ничью вот если вы допустим играете белыми как проще всего сыграть если вас устраивает ничья просто нападаете GH4 черным приходится меняться бьем на B4 ну и после всех разменов белые возвращают шашку ну и здесь все сводится к известному окончанию значит в этой позиции белым черным надо играть осторожно естественно проигрывает E5 из-за несложного удара EF2 белые ловят дамку черных ну и легко выигрывают можете убедиться в этом самостоятельно значит правильно в этой позиции за черных играть Bc5 теперь у белых есть 3 хода значит сильнейший ход CD4 неплохой ход EF2 ну ED2 к преимуществу не ведет здесь черные просто отдают шашку и у них хорошая позиция за счет центра у белых единственная ничья приходится возвращать лишнюю шашку затем следует обоюдный прорыв дамки белые занимают большую дорогу ну и на любой ход просто разминивают одну из своих шашек затем отдают шашку А3 и это ничья возвращаемся к этой позиции неплохой ход в этой позиции EF2 значит белые ловят черных на такую ловушку плохо играть Fe5 этот ход проигрывает когда белые играют FG3 и на ход AB4 это единственный ход черные нападают сразу же на две шашки но это их не спасает белые ставят так называемую присоску или пиявку после вынужденного размена белые занимают центр черным надо жертвовать шашку для прорыва но здесь белые успевают выиграть вторую шашку и легко побеждают если черные ставят дамку на G1 видите сюда не пойдешь дамка ловится поэтому приходится играть G2 и дамка черных попадает в петлю с выигрышем если же черные ставят дамку на E1 тогда бьем на C5 ну и здесь белые постепенно проводят все три шашки в дамке и строят треугольник Петрова легко выигрывать нападение с B4 здесь нет так как тут следует простой выигрыш отдаем дамку затем шашку и ловим дамку черных с выигрышем разобрали ход F5 это грубейшая ошибка также плохо за черных играть в этой позиции FG5 белые нападают ну и здесь была простая ничья за черных AB4 и BC3 то есть с идеей отдать шашку и прорваться в дамки белым приходится играть FG3 тогда черные нападают ну и здесь легкая ничья белые ставят дамку черные также проходят дамки соперникам приходится заключить мир но в этой позиции обычно когда черные играют FG5 и белые нападают у черных обычно цитнот и здесь белые могут поддавить допустим после хода FG4 размена назад белые играют E D4 тогда CB6 естественно DE5 бесполезно играть из-за присоски HG5 и на доске ничья поэтому белые играют FE3 черные игра DC5 DE5 B5 EF6 и вот здесь спасает от AB4 то есть дамки не пойдешь из-за присоски CD4 поэтому приходится играть FE5 сильнейший ход и вот здесь напрашивающийся ход HG5 за черных проигрывает то есть видите на FG7 или FE7 черные грозят выиграть шашку но на самом деле белые здесь побеждают ED6 и бить некуда если черные бьют в эту сторону тогда белые бьют на C5 и черные вынуждены отдать две шашки белые проводят все три шашки в дамке строят треугольник Петрова и легко побеждают это выигрыш если же побить в эту сторону тогда у белых также выигранная позиция бьют на F8 ставят дамку затем контролируют большую дорогу и нападают на шашку C5 то есть дамку не поставишь она тут же ловится видите поэтому приходится отдавать шашку ходом BC3 тогда белые бьют на A1 снова дамку не поставишь она ловится поэтому приходится отдавать вторую шашку здесь белые сохраняют все три единицы снова проводят три шашки в дамке это победа белых возвращаемся к этой позиции здесь правильно за черных было играть HG3 вместо HG5 ну и здесь мне больше всего нравится такая красивая ничья на ход F7 играем GH2 и на постановку дамки красиво жертвуем две шашки белым приходится бить на A5 тогда нападаем грозим отъесть шашку E3 приходится отходить и нападаем снова на эту шашку то есть мы неминуемо съедаем шашку F4 и здесь либо занимаем большую дорогу либо отъедаем шашку и обрезаем белых по двойнику это ничья возвращаемся к нашей позиции после хода EF2 самый сильный ход в этой позиции за черных это жертва AB4 то есть мы разобрали FE5 проигрывает FG5 ведет к трудностям со стороны черных проще всего отдать шашку и вот здесь уже преимущество у черных после хода FG5 значит тут есть несколько ловушек во первых проигрывает AB4 когда черные идут в дамки и видите белым нельзя ставить дамку так как она ловится поэтому приходится играть FG3 тогда нападаем ну и на ход FE5 черные бьют две шашки и постепенно выигрывают ничьей у белых нет так также в этой позиции проигрывает ну правильно отдавать AB6 и проигрывает ход FG3 однажды я так проиграл на чемпионате России сильному молодому мастеру из Астрахани Мажиту Саршаеву в этой позиции Мажит напал и отдал шашку и напал на шашку черных D6 надеясь на ничью но юный мастер четко выиграл он пожертвовал лишнюю шашку затем отдал еще одну и напал на шашку F4 белым приходится отдавать ее ну и здесь черные легко побеждают они не дают белым пройти в дамки когда белые все-таки прорываются в дамки их дамка тут же ловится и они проигрывают обидно друзья до сих пор правильно конечно в этой позиции было играть не FG3 это проигрывают AB4 тогда на ход AB6 белые играют FG3 ну и здесь черными надо играть BC5 естественно GH4 нельзя играть уже белые побеждают ладно это детская ошибка правильно играть BC5 и здесь белым лучше всего форсировать ничего таким образом следует присоска ED4 надо бить на A3 и затем D5 значит белые грозят отбросить шашку черных и обрезать их по двойнику поэтому приходится идти ED2 тогда ставим шашку на F4 не даем поставить дамку на C1 приходится играть AB2 ставим дамку на B8 ну и на любой ход размениваем одну из шашек и достигаем ничьей вот такие пироги ну и самый сильный ход в этой позиции давайте рассмотрим это ход CD4 значит черным приходится меняться тогда белые играют ED2 CB6 DC3 B5 белые играют AB4 ставят ловушку нельзя играть D5 этот ход проигрывает потому что белые идут дамки на B8 ну и легко выигрывают на F2 нельзя играть из-за удара трамплин а на D2 нельзя играть потому что дамка белых побеждает шашку черную так играть нельзя D5 проигрывает правильно играть GH4 и на ход ED4 черные жертвуют шашку и идут дамки белые также идут дамки и вот на ход GF2 видите бесполезно играть на F8 черные просто отдадут шашку ну и легко делают ничью тут проблем нет в этой позиции сильнее напасть DC5 и поставить ловушку то есть приходится отходить до E5 тогда белые еще раз нападают видите нельзя отходить и за 5 удара трамплин E4 и белые выигрывают то есть под цейтнот обычно эти позиции возникают когда мало времени черные могут ошибиться правильно конечно в этой позиции пожертвовать вторую шашку за черных и сыграть GH2 белые играют на H8 и снова ставят коварную ловушку нельзя играть на C7 и B8 так из-за жертвы двух шашек и белые видите побеждают с помощью приема столбняк это противостояние белой и черной дамки значит также нельзя нападать с поля G1 это проигрывает потому что белые успевают провести вторую шашку в дамке затем проводят третью шашку в дамке строят боевую позицию это надо выстраиваться в линию и также легко побеждают поэтому правильно в этой позиции играть на G3 или F4 ну и просто бегать вот по этим полям если белые допустим играют на D4 снова играем на H2 и позиция повторяется ну и так далее это ничья так вернемся к нашей позиции давайте сначала чтобы не запутаться CD4 FG5 белые ставят тычок черные временно жертвуют шашку нападают сразу же на две белые возвращают ее и обе стороны играют своими правыми флангами вот в этой позиции помимо хода GF2 основная схема системы московского мастера Владимира Тарохина есть еще ход GH2 авторы этого плана за белых это гроссмейстеры Юрий Кузяков и Владимир Вигман в этой позиции приходится играть СБ6 и у белых есть три возможных ответа HG3 снова проигрывает из-за несложного удара HG5 АБ4 и черные празднуют победу значит после хода ЕД6 мы играем GF6 и все сводится к основной к основному варианту системы Тарохина тут надо играть за белых либо GH4 либо ДС7 самый интересный вариант в этой позиции это ход ЕF2 значит в книге Владимира Вигмана радость творчества рассматривался ход BC5 снова нельзя играть HG3 из-за этого удара так HG3 HG5 так стоп ход HG3 здесь проигрывает прошу прощения HG5 и АБ4 здесь ведет лишь к ничьей а правильно играет здесь Fe7 и черные могут очень красиво выиграть с помощью комбинации значит ход ED6 окончательно здесь проигрывает мы размениваемся и видите у белых никогда нет хода GH4 из-за FG5 комбинации то есть белым рано или поздно придется сыграть CD4 и черные свяжут центр белых как может развиваться игра дальше допустим АБ2 FG5 грозим уже ударом поэтому белым приходится нападать CD4 лучшего нет меняемся и видите грозит удар CD4 то есть на ход BC3 отдаем шашку затем вторую и прорываемся в дамки приходится поэтому играть BA3 другого нет когда BC7 снова единственный ход CB2 CD6 ну и здесь у белых два варианта на ход BC3 проводим комбинацию можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти играем GF6 затем CD4 прорываемся в дамки и красиво побеждаем если же белые игра GH4 нападает здесь выигрывает очень красивая комбинация поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти я я вчера уже записывал данную тему шорт кто этот шорт смотрел конечно легко найдет эту комбинацию следует изящная присоска CD4 ну и в какую бы сторону белые не побили они проигрывают если они бьют таким образом неважно какой шашкой играем GF6 и легко выиграем если же белые в этой позиции бьют шашкой H4 тогда прорываемся в дамки ну и снова в какую бы сторону белые не побили тогда играем HG7 красиво жертвуем дамку и выигрываем такая изящная комбинация от гроссмейстеров Юрия Кузякова и Владимира Вигмана вот ради этой комбинации друзья можно играть вот этот вариант с BC5 то есть но справедливости ради отмечу ход HG3 все-таки не проигрывает окончательно здесь у белых была красивая ничья рассмотрим ее ради примера такой хорошей защиты ЕД6 проигрывает из-за комбинации а вот ход АБ2 вел к ничей черные нападают приходится меняться и черные играют BC7 то есть HG5 хода никогда нет черные сыграют АБ6 затем разменяются назад затем сыграют ДЕ7 и отъедят шашку G5 либо там проведут комбинации поэтому приходится играть BC3 тогда играем АБ6 снова нельзя HG5 из-за этой же идеи приходится играть FG3 значит ну CD4 естественно нельзя играть из-за удара HG5 видите белым некуда бить если они бьют сюда тогда проводим красивый удар и дважды перескакиваем через поле Е5 выигрышем если же бьют в эту сторону тогда так же красиво выиграем тут уже такие шашечные красоты пошли поэтому белым приходится играть FG3 меняемся вперед у белых единственный ход CD4 CD6 BC3 нападаем белым приходится закрываться и черным конечно можно прорваться в дамки но там будет ничья интереснее провести комбинацию AB2 DE5 и BC3 значит проигрывает бой на B2 из-за комбинации снова FG5 BC5 и красиво срубаем 4 шашки белых с выигрышем поэтому правильно в этой позиции белым бить на B4 и у черных сохраняется преимущество но белые здесь могут сделать красивую ничью ED4 единственный ход CD6 грозим либо так либо так приходится играть GF4 и здесь на ход DC5 выигрывает ничью изящная присоска HG5 единственный ход вот этот прием запомните он иногда встречается в игре поэтому его важно знать я только ради вот этого приема и красивых комбинаций показал этот вариант значит правильно конечно в этой позиции после хода BC5 HG3 как видите практически проигрывает правильно играть FG3 здесь уже черным надо играть осторожно CB4 у белых есть три варианта ну самый сильный вариант я считаю ED4 он ведет к большому преимуществу белых здесь как делать ничего Fe7 естественно проигрывает из-за комбинации можете поставить видео на паузу попытаться ее найти DC5 и белые прорываются в дамки не сложная но симпатичная вещь поэтому черных единственный ход F6 значит белые играют AB2 грозят при случае разменяться поэтому приходится играть FG5 и вот здесь у белых есть красивая жертва двух шашек найденная двумя гроссмейстерами белые пожертвовали две шашки и грозят поставить рожон на поле F6 затем пройти в дамки и выиграть все-таки здесь черные спасаются точной игрой BC7 черные возвращают две лишние шашки ну и здесь партия заканчивается ничьей меняются видите хода F7 нет из-за удара допустим EF4 или HG3 без разницы обе стороны успевают пройти в дамки ну и партия заканчивается ничьей это мы рассмотрели первый атакующий план в этой позиции ED4 значит остальные ходы не ведут к преимуществу ED6 я считаю пассивный ход тут уже GF4 ой GF6 и у черных есть даже ловушка например CD4 уже проигрывает из-за комбинации удар пяткой поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти отдаем одну шашку затем вторую и забираем три такой несложный но незаметный удар я кстати во время анализа не заметил только с помощью Тоши нашел проки незаметный удар друзья правильно конечно играть ED4 в этой позиции здесь уже черным надо быть осторожными AB6 также проигрывает уже из-за удара белых поставьте видео на паузу и попытайтесь его найти красивая вещь такая необычная DE3 затем FE5 и белые прорываются в дамки с выигрышем правильно в этой позиции нападать FG5 белым надо меняться DE5 черная игра от AB6 грозят прорваться в дамки поэтому приходится играть ED4 тогда B7 GH4 и вот здесь в книге Владимира Вигмана есть ошибка то есть FG7 в ход проигрывает он указан в книге но друзья все таки люди раньше без программ все это искали как говорится честь им за это и уважение но программа здесь говорит что FG7 проигрывает правильно здесь форсировать ничью ходом HG5 сюда не побьешь следует удар поэтому приходится бить на H6 ну и здесь партия заканчивается ничей отыгрывает черные шашки белые меняются ну и следует обоюдный прорыв дамки с ничей то есть ход ED6 все таки пассивный за белых также еще в этой позиции был ход EF6 тут играем AB4 грозим выиграть шашку здесь тоже у белых преимущества нет EF4 единственный ход то есть не дают белые выиграть шашку из-за удара поэтому приходится играть AG7 когда белые играют AB2 и на ход GF6 у них есть два варианта если они меняются FE5 черные играют здесь лучше всего сыграть FG7 допустим на ход BC3 разменяться назад и черные грозят выиграть шашку тут ничья допустим GF4 черные нападают так прошу прощения тут не BC3 надо играть GF4 надо играть да BC3 проигрывает GF4 меняются ну и партия заканчивается ничьей FG5 напали отдают шашку белые идут в дамки черным надо играть CD4 стоит угроза и белые форсируют ничью таким образом значит первый вариант почему-то не внес его в данный разбор на то что проверял значит GH4 не дает преимущества здесь в книге советовалась жертва HG5 но более сильно играть FG7 то есть на FE5 снова вот этот вариант так 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 ну и снова белые форсируют ничью на ход HG3 здесь черные нападают и затем проводят небольшой удар прорываются в дамки ну здесь возникает примерно равный ншп черные грозят занять большую дорогу поэтому надо играть на G7 когда черные играют на C7 и эту шашку никогда не проведешь из-за удара трамплин поэтому партия заканчивается ничьей равный ншп белые бегают по большой дороге черные по двойнику ничья все друзья это интересно но все таки в этой позиции вместо хода BC5 есть более сильный план F7 вот мне его также удалось найти с помощью компьютерной программы Тоша жертва ED6 слабая то есть видите там у черных будет вот эта колоночка и постоянно будет вот такая угроза поэтому так играть слабо я даже не буду смотреть этот вариант очень плохой за белых ну как белые могут играть допустим HG3 здесь уже комбинации на H2 нету да видите сдвинули шашку на F8 вот здесь черные меняются назад и могут расставить очень интересную ловушку GH4 HG7 если белые делают напрашивающийся ход CD4 мы играем GF6 и красиво выигрываем значит ход AB2 окончательно проигрывает все вроде бы логично белые играли развивают отсталую шашку но здесь черные очень красиво побеждают BC5 и вот здесь надо меняться не назад как принято в гамбитных позициях а вперед мы выиграем за счет комбинационных идей то есть грозит удар видите поэтому приходится играть BC3 тогда играем BA7 тоже такой неочевидный ход и белым просто некуда ходить то есть на ход CD4 мы меняемся AB4 ну и у белых два варианта на FG5 играем FE5 нападаем на шашку E3 приходится меняться лучшего нет ну и просто прорываемся по центру здесь белые видите даже не успевают пройти в дамки и черные легко побеждают второй вариант в этой позиции если белые играют FG3 здесь выигрываем за счет связки FG7 FG5 нападаем приходится закрываться меняемся назад ну на так просто выиграем шашку на DC3 FE5 а на DE3 играем DCE5 ну и белым некуда прилично пойти приходится сдаться значит второй вариант в этой позиции вместо хода CD4 сыграть FG5 здесь черные также красиво выигрывают FE5 то есть идея какая FG3 нету уже из-за комбинации отдаем две шашки прорываемся на предамочное поле белые еще сопротивляются тут проще всего выиграть таким образом ставим дамку на G1 затем играем дамкой на C5 и когда белые пытаются пройти в дамке красиво отдаем шашку и строим трамплин то есть на любой ход проводим удар трамплин и легко побеждаем значит в этой позиции у белых FG3 нельзя удар остается играть только G6 тогда здесь также выигрывает комбинация так так ну и черные легко побеждают допустим ED4 AB6 на G5 нападаем ну и E6 с выигрыш черным приходится отдавать шашку здесь белые проводят все три шашки в дамке контролируют большую дорогу строят треугольник Петрова и выигрывают так разобрали ход AB2 он окончательно проигрывает FG7 FG7 также практически проигрывает здесь играем FG7 ну и если белые будут играть здесь допустим AB2 это уже проигрывает то есть меняемся меняемся вперед глюбки не зайдешь не зайдешь просто играем G6 потом прорываемся на придамочное поле выигрываем поэтому белым приходится меняться здесь черные остаются с лишней шашкой побеждают компьютер дотошный говорит что в этой позиции вот после FE5 FG7 есть какая-то ничья F4 тогда меняемся и белые жертвуют шашку меняются и как ни странно черные победить не могут потому что у белых прорыв допустим GF6 сюда ED6 FE3 DE5 белые меняются BC7 DE3 допустим AB6 EF4 черные нападают и вот здесь белых спасают ход CD2 с ничей CD4 же здесь красиво проигрывает проводим комбинацию и празднуем победу но вообще компьютер говорит после CD2 конечно выигрыша нет здесь как ни странно то есть допустим BC5 белые меняются назад допустим куда тут ходят ну пусть сюда видите это позиция ничейная белые занимают большую дорогу ну и ничья как ни странно так что друзья тоже вот будьте внимательны никогда не сдавайтесь раньше времени так мы разобрали ход CD4 это плохой ход как правильно играть в этой позиции значит FE5 также ведет к интересной игре BC5 здесь ну а G5 нельзя несложный удар так так и черные остаются с лишней шашкой правильно играть AB2 ну здесь можно связать CB4 но у белых там будет более приятная позиция за счет центра то есть у черных видите переразвитие связка здесь не страшна белым поэтому здесь вот запомните лучше всего сыграть BC7 с какой идеей на ход CD4 закрываемся допустим FG3 и меняемся назад здесь возникает известная гамбитная позиция у белых недостаток темпов но есть жертва и уже ничью приходится играть черным лучше всего черным здесь форсировать ничью таким образом нападаем затем жертвам шашку на поле G7 и прорываемся в дамки у белых два варианта либо отдать две шашки и напасть тогда возвращаем дар белых и проводим свою дамку с ничей то есть видите белым никогда не провести эту шашку это ничья если же белые ставят дамку тогда просто идем в дамки и у белых цуцванг видите надо куда-то ходить а ходить некуда допустим игра D5 не дает вставить дамку тогда проводим вторую шашку в дамке допустим напали ну и тут проще всего форсировать ничью таким образом отдали и AB4 с неизбежным ударом допустим на ход EF4 можно провести вот такую ничейную комбинацию отдали сюда бить плохо приходится бить на F8 отдали ну и черные сейчас ставят вторую дамку это ничья так ну и последний вариант в этой позиции что-то я уже устал друзья самый сильный вариант в этой позиции значит CD4 это плохо красным отмечу FE5 можно играть равная позиция самый сильный вариант за белых это ED4 здесь черным для достижения ничьей надо играть предельно точно снова меняемся вперед как ни странно и играем надсталую шашку A1 FE3 стоит угроза удара закрываемся FG5 здесь ход BC7 напрашивающийся он как ни странно проигрывает то есть видите у белых слабость вроде бы у черных должно быть преимущество но у черных переразвитие поэтому они проигрывают следует красивый ход AB2 ну и черным просто некуда ходить если они связывают тогда выигрывает ED4 как играть непонятно так допустим CD6 так сюда и у черных закончились ходы то есть сюда то не пойдешь белые прорываются в дамки и выигрывают то есть ход BC7 проигрывает ладно я его не разбирал не буду углубляться в детали BC7 проигрывает друзья правильно в этой позиции играть BA7 CD4 сильнейший ход и вот здесь лучше всего делать за черных таким образом FG7 и снова меняемся на C5 то есть не даем G6 из-за удара и прорываемся в дамки а на сильнейший ход AB2 нападаем приходится меняться и играем F5 ну сюда не пойдешь у белых будет плохо поэтому приходится играть G6 нападаем на шашку C3 и белым уже самим надо форсировать ничего вот таким разменом на сегодня все если вам понравилась данная онлайн лекция не забывайте ставить Лукас и оформлять подписку я сегодня друзья очень устал в общей сложности я потратил около 3 часов на анализ всех вариантов кроме того еще запись видео и монтаж то есть около 4 часов потратил на все про все так что поддержите мое творчество не ленитесь не жадничайте Лукасом и подпиской до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной песке и с с